Сегодня их день начался не с привычных занятий. Это утро ученики восьмых классов провели в медицинском кабинете. Девятую школу посетили врачи детской поликлиники, чтобы обследовать учащихся, что называется, без отрыва от производства. Лор, невролог, ортопед, офтальмолог, уролог. Медицинский осмотр такого количества специалистов уже считается углубленным. Это действительно замечательно, когда в школе можно пройти узких специалистов, не записываться за месяц, за два месяца вперед, не тратить свое время и время ребенка на то, чтобы отсидеть в очереди и пройти этого врача необходимого нам. И здесь все рядом, все близко. Дадут необходимые рекомендации, и родители смогут воспользоваться этими рекомендациями и затем полечить своего ребенка. Удобное такое обследование и для Марии Шаминой. За учебой и внеурочными занятиями ей бывает тяжело выиграть время для похода в поликлинику. А здесь каких-то 15-20 минут и на руках результаты самых необходимых для школьника обследований. Пусть даже и приходится это делать на уроках, но все равно это очень удобно. В том случае, если у одного из врачей возникнут сомнения о состоянии здоровья ученика, ребенку выдадут направление на дальнейшее обследование у определенного специалиста, за которым последует комплексное лечение. Нередки такие обращения к детскому неврологу. Из-за стресса в школе и переживаний за учебу нервная система подростков не всегда справляется с нагрузкой. Таких больших проблем, что вообще нужно кричать «караул» такого и не нет. Все дети вполне адаптированы. Ну да, бывают там сложности, большая школьная перегрузка, но это все адаптируется, дети все из этого уходит. Централизованные школьные медицинские осмотры экономят время и учеников девятых и одиннадцатых классов, которым уже не надо повторно проходить обследование для получения справок при поступлении в колледжи или в УЗы. Юлия Погасян, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Юлия Погасян, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Продолжение следует...